Материал, из которого я буду сегодня шить, Капитоне из магазина Red Meter. Получилась очень интересная деталь кроя. Итак, здесь спинка, цельнокроенная с полочкой, и дальше идет деталь подборта, цельнокроенная также с полочкой. Для укрепления входа в карман и для предотвращения разрывов на основной части рубашки. Готово. Клапан присоединю. Скроили воротник, и нам потребуется скроить еще одну такую деталь, но сделать ее немного меньше. Буквально на 3 мм по всем срезам, кроме нижнего. Деталь воротника, которая меньше, будет нижним воротником, и я ее также продублирую. Теперь нам потребуется соединить две детали воротника. Поскольку они немного отличаются в размерах, мы соединяем углы, будем ориентироваться на них. И далее совмещаем срезы в промежутках. То есть здесь появляются вот такие наплывы. Теперь нам потребуется проложить строчку. По трем срезам воротника, за исключением нижнего. Нижний остается открытым. Я подрежу уголки по косой к углу. И в углу я не дорезаю на пару миллиметров. Теперь один из срезов, а лучше всего тот, который продублирован, я подрежу вдоль шва по всему срезу, оставив также пару миллиметров. А второй срез оставлю прежним. Это позволит создать небольшую градацию в толщине. И не было резкого перехода от толщины с припусками к основной части воротника. То же самое я проделываю по всему воротнику. Верхний воротник, в силу того, что был скроен немного больше, уже сам образует вот этот двухмиллиметровый кант. То есть с верхней части воротника шва видно не будет. Далее необходимо воротник поутюжить. Но чтобы поутюжить его правильно с первого раза, не обжечься, лучше всего выметать этот кант ручными стежками. Для того, чтобы зафиксировать, а затем просто приутюжить утюгом. Так вам не придется подправлять каждый участок рядом с горячим паром. Готово. Я выметала кант. А вернее, просто заметала края. Канты так образуются. И теперь можно идти на утюг. Я проложила отделочную закрепляющую строчку на 3 миллиметра от края по всем сторонам воротника. Кроме нижнего открытого среза. И поскольку мы краили нижний воротник немного меньше по сравнению с верхним, в результате верхний воротник по открытому срезу вылезает примерно на 3 миллиметра. Теперь нам потребуется подтянуть срезы друг к другу. То есть соединить срезы и закрепить булавкой. В результате такого совмещения срезов по верхнему воротнику образуется вот такой наплыв, пустота. Этот наплыв нам нужен для красивого выгибания воротника. То есть когда воротник отгибается, верхний слой немного натягивается. И для того, чтобы воротник лег аккуратно и ровно, не отгибался наверх, этот наплыв как раз необходим. 3 миллиметров для такого эффекта вполне достаточно. И теперь потребуется проложить закрепляющую строчку. После скрепления нижних срезов воротника прокладываем строчку примерно на 5 миллиметров от края по всей длине воротника. И теперь можем присоединить его к срезу горловины. Совмещаем плечевые швы по горловине. И на сгибе делаем отметку середины горловины спинки. Теперь спинку я располагаю лицевой стороной наверх. И также сверху располагается внешняя сторона воротника. То есть верхний воротник, который мы скроили с небольшим наплывом. Совмещаем отметку середины воротника. Ее также можно найти по сгибу. Середины горловины по спинке. И скрепляем срезы. Со стороны горловины полочки я делала надсечку, которая обозначает край рубашки, то есть край борта. То есть линию, по которой мы отгибаем подборт наизнанку. И еще я делала надсечку, отметку, по линии полузаноса. Именно к этой отметке необходимо приложить край воротника. То же самое со второй стороны. Поскольку воротник продублирован, да еще и стабилизирован дополнительной строчкой, он не растягивается так сильно, как растянулся уже в процессе пошива горловина. Если вам покажется, горловина больше, чем воротник, в этом нет ничего страшного. Все в порядке. Нам просто необходимо ее немного подсобрать. Припосадить. Подтягиваем плечевой шов. И прикрепляем. Также прикрепляем в промежутках. Готово. Теперь нам необходимо проложить строчку с отступом сантиметр от края. От одного края воротника до второго. Присоединила воротник к горловине. Также участок горловины спинки до плечевых швов и плюс один сантиметр за пределом плечевых швов я обработала декоративной тесьмой, поскольку эти срезы иначе будут видны. А оставшуюся часть горловины, то есть часть полочки, мы обработаем деталью подборта. Сейчас деталь подборта нам необходимо отогнуть наизнанку. Можно ориентироваться на линию, где заканчивается дублерин, либо на надсечку, которую вы ставили. Перегибаем деталь подборта и скрепляем булавками. Вот этот край подборта, то есть плечевой срез, нам необходимо приложить к плечевому срезу основной части рубашки. То есть я выравниваю их и в оставшемся отрезке просто совмещаю срезы. У нас уже есть строчка притачивания воротника со стороны изделия. Вот ее же мы можем просто продублировать и продолжить до сгиба. На самом деле эту операцию можно было выполнить сразу еще в процессе присоединения воротника. То есть мы могли приложить к горловине воротник и сразу же закрыть деталью подборта и проложить единую строчку. Но я разбила этот узел на две операции для того, чтобы вам было более понятно, что происходит. Ну а сейчас я просто повторю эту же строчку с отступом в сантиметр от края. И строчку я прокладываю от начала детали подборта, то есть от края плечевого среза до сгиба. И теперь срезы можем осноровить. Также можно подрезать вот этот уголок со стороны сгиба и, к примеру, еще немного подрезать внутренний слой, то есть воротник в этой части. Но это не обязательно. А если вы решите подрезать, то просто раскрываете два внешних среза, то есть это срезы горловины и внутренние два среза воротника просто немного удаляете, оставив примерно 3 мм. Теперь выворачиваем, подправляем уголок. И вот так аккуратно и статично получается с изнаночной стороны. Деталь подборта, то есть обтачки, необходимо будет зафиксировать по верхнему срезу. Для этого просто пристрочим ее по плечевому шву. Сначала выравниваем срезы и я прикрепляю булавками верхнюю часть подборта, то есть плечевой срез. Ее край идет вровень с краем плечевого шва основной детали изделия. И теперь с лицевой стороны прокладываю строчку прямо в плечевой шов. В результате эта строчка будет совсем незаметна. Вот так выглядит строчка с изнаночной стороны. То есть она идет в продолжение плечевого шва, а с лицевой стороны ее совсем не видно. Вот эти длинные срезы рукава я буду обрабатывать лентой. Каждый по отдельности. И остается закрыть рукав. Соединяем два среза вместе, скрепляем булавками. По нижней части рукава я не буду дострачивать примерно на 10 сантиметров, для того, чтобы обработать этот разрез, впоследствии вточать манжету. Поэтому я делаю закрепку с отступом с отступом 10 сантиметров. И дальше строчу до самого верха. Припуск на шов у нас был сантиметр, и этот же сантиметр мы продолжаем отгибать в части разреза. Теперь нам потребуется проложить строчку, закрепляющую срез, подняться примерно на сантиметр выше, чем заканчивается разрез, повернуть на 90 градусов, затем снова и продолжить строчку до низа рукава. После прокладывания такой строчки разрез будет выглядеть вот таким образом. Срезы закреплены, а с лицевой стороны аккуратная строчка. Длину манжета можно сделать равной длине низа рукава, но желательно сделать меньше, для того, чтобы немного подсобрать срез низа рукава, то есть припосадить срез низа, либо, возможно, вы захотите заложить складку, как это делают в обычных рубашках. Для этого срез низа рукава должен быть больше по сравнению с манжетой примерно на 2-3 сантиметра. К примеру, если здесь срез низа рукава равен 32 сантиметра, то в длину манжету вместе с припусками уже краим равны например 28 сантиметрам, то есть 4 сантиметра разницы. Перейдем к обработке низа рукава манжетой. Заготовили манжету, я заметала нижний срез наизнанку только с одной стороны. Отогнула наизнанку около 8 миллиметров и заметала. Присоединим манжету к рукаву лицевыми сторонами вместе. Я присоединяю таким образом, чтобы манжета выходила на сантиметр за пределы разреза и прикрепляю булавкой. Затем беру вторую сторону и повторяю то же самое. Далее нам остается только присоединить два среза друг к другу. Вы, наверное, видели, в рубашках, как правило, формируют по низу рукава складку. Так вот, эта складка располагается по задней части рукава, то есть остается сзади. По передней части рукава, по пройме, я делала отметку, надсечку, поэтому с этой стороны складки не будет, складка будет вот здесь. Сейчас я просто совмещаю два среза вместе, не растягиваю, а только присоединяя друг к другу один к одному. Поскольку я скроила манжету на 4 сантиметра меньше по сравнению с длиной низа рукава, то у меня формируется вот такой излишек длиной 4 сантиметра. Складка будет с изнаночной стороны направлена в сторону разреза. И теперь даем строчку на сантиметр от края вдоль длинного среза манжеты. Важный момент, если вы прокладываете строчку на сантиметр по низу рукава сейчас, то заметанный край манжеты должен быть отогнут меньше, чем на сантиметр, то есть на 7-8 миллиметров. Чуть позже вы поймете, для чего это нужно. Готово. Поскольку здесь получается достаточно большая толщина в шве притачивания манжеты, я думаю, что можно подрезать срез манжеты, к примеру, поскольку он продублирован. Оставив примерно 3 миллиметра. Также у меня немного выходит наполнение, его подчищаем, подрезаем. Даже если эти срезы останутся внутри, красивые срезы обрабатывать намного приятнее. Теперь нам необходимо закрыть боковые стороны манжеты. Для этого по заутюженной линии манжеты я заутюживаю ее пополам, перегибаю манжету наизнанку по той же самой линии, складываю боковые срезы вместе. закрепляя булавкой. Посмотрите, в результате этого край манжеты спереди выходит на 1-2 миллиметра выше образующейся в продолжении строчки, которую мы только что проложили. Теперь нам потребуется проложить строчку в продолжении разреза, то есть в продолжении края разреза. На самом деле это просто строчка с отступом сантиметра от края. Теперь я немного подрежу припуски. Вот здесь под уголком отсеку отогнутый срез для того, чтобы в месте перегибания толщина была минимальной. Теперь выворачиваем манжету, выправляем уголок, срезы по низу рукава направляем вовнутрь манжеты, накрываем их вторым краем манжеты и закрепляем булавкой. Благодаря тому, что второй край манжеты имел припуск меньше, чем первый, то есть не сантиметр, а 7-8 миллиметров, когда мы складываем манжету по заутюженному сгибу, этот край автоматически сам по себе уже закрывает вот этот шов, а это как раз то, что нам нужно. Закрепляем булавкой, то есть нам необходимо закрыть этот шов и продолжаем таким образом по всей длине манжеты. Готово! Теперь желательно заметать этот край, второй край манжеты, а после этого нам необходимо будет проложить строчку прямо между деталью манжеты и рукавом вот здесь посередине. В результате строчки не видно будет с лицевой стороны, а с изнаночной манжеты будет прикреплена на 1-2 миллиметра. манжеты Строчку проложили, с изнанки она проходит на 2 миллиметра, с лицевой стороны строчка абсолютно не видна. Получилось очень аккуратно. Остается только удалить сметочные стежки. Вот такой способ притачивания манжеты можно использовать и в обратном направлении, то есть сначала мы прикрепляли манжету к лицевой стороне рукава, а затем вывернули и закрепили уже с изнаночной стороны рукава. Можно сделать наоборот. Сначала прикрепить к изнаночной, а уже заметанный край, как мы это делали только что, прикрепить в самом конце с лицевой стороны рукава. Если немного запутались, то вернитесь и прослушайте еще раз эту фразу. На самом деле оба варианта получаются красивыми, аккуратными. Просто во втором способе у вас с лицевой стороны рукава будет проходить строчка на манжете. Если вам эта строчка не нужна, возможно, вы хотите более минималистичный вид, то пользуйтесь первым способом, который я только что показала на этом рукаве. Остается совсем немного. Необходимо присоединить готовый рукав к пройме. Рукав можно вывернуть на лицевую сторону. Теперь нам необходимо найти правильный рукав. Как это сделать? Ориентироваться на надсечку, которую мы оставляли по пройме. Мы оставляли именно с передней части рукава. Она присоединяется к полочке, к передней части изделия. Еще можно ориентироваться на низ рукава. По передней части рукава никаких складок нет, если вы оставляли складку. А по задней части рукава мы сформировали складку рядом с разрезом. По уровню бокового шва, то есть там, где находился боковой шов, я также поставила надсечку. И вот к этой надсечке, к этой отметке я прикладывала шов рукава. Мы делали это уже много раз. Я показывала это детально, так что сейчас не буду углубляться, я просто соединяю эти две отметки булавкой лицевыми сторонами вместе, затем выворачиваю основную деталь, основную часть рубашки наизнанку и здесь уже просто в круговую присоединяю два среза друг другу, то есть срез проймы к срезу оката рукава. Соединяю булавками и сразу же проложу строчку, поскольку у этого рукава нет посадки, он простой, поэтому можно сделать это сразу же на машинке, скрепив только булавками. Но если вы втачиваете рукав первый раз, то есть присоединяете его к пройме, то лучше всего конечно сначала сметать вручную, так вы будете чувствовать себя намного увереннее. Если втачиваете сразу на машинке, то будьте аккуратны, не растягивайте срезы, поскольку они в большинстве участков косые, а значит легко растягиваться. Просто пройма будет в таком случае некрасивой, вытянутой, образовывать волны и так далее. Готовы, втачали рукав, теперь срезы я осноравливаю, то есть удаляя все неровности и после этого срезы обработаю тем же самым способом, то есть декоративной лентой. Вот так выглядит срез проймы после обработки и желательно его хорошенько поутюжить, для того, чтобы эта часть была тонкой, плоской и не создавала волны. Нижний срез рубашки я обработала лентой, так же, как и срезы рукава. Абсолютно аналогичная операция. Единственный момент, который я хочу вам показать, это область с подбортом, стильнокроеным подбортом. Я сложила эту часть так, чтобы лицевые стороны оказались вместе и обработала лентой два среза вместе только в этом участке. На самом деле этот участок совершенно не обязательно обрабатывать лентой, поскольку он все равно будет скрыт, его не будет видно, и если лента к примеру очень толстая, то она будет добавлять значительную толщину в этой части. Моя лента тонкая, поэтому я решила обработать и внутреннюю часть, но повторюсь, в этом нет особо необходимости. Вывернули уголок, хорошенько его подправляем, формируем, и теперь срез низа изделия я просто отгибаю вовнутрь примерно на сантиметр и заметываю ручными стежками. Вот здесь я уже проложила сметочную строчку. Если вы обрабатываете аналогично, то есть тесьмой, а не косой бикой, я советую вам немного растягивать вот этот округлый участок среза, для того, чтобы ленты здесь было достаточно для отгибания вовнутрь и формирования аккуратного края, поскольку если притачать ленту один к одному к срезам, не растягивая их, впоследствии вот в этом участке углубления вы не сможете аккуратно отогнуть ленту вовнутрь. Ее будет недостаточно, она будет стягивать срез, и в результате он получится совершенно неаккуратным, стянутым, и возможно даже будет отгибаться на лицевую либо изнаночную сторону. Я проложила строчку на 7 мм, то есть на ширину лапки. Тесьма по внутреннему краю закрепилась примерно на миллиметр, на 2 мм от края, и получилась очень красивая и эстетичная картинка. У нас остается финальная операция с рубашкой, теперь нам остается завершить обработку детали подборта, она у нас цельнокроенная, и сейчас она отгибается, как правило в рубашках есть планка, она может быть такой же цельнокроенная, она может быть приточной, то есть отдельной деталью. Часто ее обозначают, то есть наличие планки для пуговиц строчкой вдоль края борта, то есть вдоль края рубашки, с отступом равным ширине планки. Какая у нас ширина планки? От середины полочки еще в самом начале мы откладывали дополнительную величину, например, полтора сантиметра, то есть от середины полочки мы отступали полтора сантиметра для того, чтобы достроить край рубашки. Так вот, эту величину необходимо увеличить в два раза, то есть в данном случае, например, три сантиметра, и вы откладываете от края борта три сантиметра, и параллельно края борта проводите линию и прокладываете, соответственно, строчку. Прямая строчка прямо насквозь, которая будет прикреплять таким образом подборт к детали полочки. Если у вас есть джинсовая рубашка, джинсовая куртка, обратите внимание на внутреннюю обработку. Деталь подборта, либо деталь цельнокроенной планки, скроена не такой широкой, а узкой, практически такой же ширины, как и планка, чуть больше. А наверх она уходит не до плечевого шва, а буквально на 2-3 сантиметра за пределы края воротника. То есть и воротник аккуратно обработан, и просто, самое главное, легко. И планка тоже не имеет лишних сантиметров. Но я скроила такой большой и широкий подборт для того, чтобы рубашку-куртку сделать еще более многофункциональной и носить не только, закрывая, застегивая на пуговице, а еще отворачивая верхнюю часть. И таким образом рубашка превращается еще и в жакет. И если вы планируете тоже носить рубашку, возможно, в таком виде, то есть в виде жакета, пиджака, то вот эта строчка на 3 сантиметра, обозначающая границы планки, будет, наверное, смотреться не очень эстетично, поскольку она будет разбивать вот эту часть воротника без строчки. На мой взгляд, это смотрится очень красиво. Но в таком случае как прикрепить этот подборт? Вот, то есть его внутренний край. Можно подшить его вручную, ручными стежками, либо подшить потайными стежками на машинке, для этого существует специальная лапка. А можно просто проклеить, то есть приклеить термо-трансферной лентой, паутинкой клеевой вот по этому краю. Эта лента выглядит вот таким образом, к примеру. Один из ее видов отделяете от бумаги, вкладываете между деталями, прямо к краю подборта, накрываете и хорошенько приутюживаете. Все, срезы зафиксированы. Я воспользовалась именно таким методом. Вот они прекрасно держатся, они выдержат множество стирок. Возможно, со временем вам придется повторить эту операцию, поскольку клей все-таки не держит очень хорошо, как могла бы держать строчка. После этого нам остается только обработать петли. На планке у меня будет 5 пуговиц, 5 петель, и расстояние между ними около 12 сантиметров. Здесь петли будут горизонтальными. По клапанам будут также петли, они будут вертикальными. И по манжетам. По передней части рукава, то есть той части, где нет складки, я обрабатываю петлю горизонтально, то есть вдоль манжеты. В результате, когда мы застегнем манжету на пуговицу, здесь будет в разрезе создаваться эффект складки, то есть складка словно двойная. И теперь, что касается петель, хочу рассказать вам об одной интересной штуке. Как правило, петли мы делаем с помощью специальной лапки. В нее вставляем пуговицу, зажимаем ее, и в результате лапка сделает петлю той длины, которая подходит для этого диаметра пуговицы. Возможно, в комплекте вашей машинки, обратите внимание, есть подобные детали. Вот эта металлическая деталь, это пластино-стабилизатор для выметывания петель, то есть дополнительный аксессуар к этой лапке. А вот эта пластиковая деталь, держатель пластины, и их необходимо собрать вместе. Лапку вставляем в держатель пластины. Делается это очень легко. Вот здесь есть специальный паз, и мы просто проводим лапку вовнутрь. Все, она хорошо зафиксирована. Заводим ее вплотную. Теперь сама пластина. Вот здесь на держателе пластины есть отверстие. В него заводим пластину, и вставляем лапку, как обычно, в лапкодержатель швейной машинки. И самое интересное, для чего нужна вот эта сложная конструкция. На некоторых материалах не так просто выметать петлю. К примеру, на трикотаже. Даже если один слой, либо два слоя материала продублированы, петля может получиться неаккуратно, либо вовсе не получится. Сейчас покажу вам разницу. На этом образце материала, на капитоне, какой получается петля без стабилизатора и со стабилизатором. После того, как вы присоедините лапку, вставите ее в лапкодержатель, вам необходим участок, на котором вы будете выметывать петлю, завести между пластиной и лапкой. Вот сюда. То есть, вот таким образом. Я обозначаю уровень, на котором будет располагаться петля, и ее внешнюю точку. Остальное обозначать не обязательно, поскольку лапка в автоматическом режиме сделает петлю необходимой длины. Я выбираю номер петли и покажу на образце. Вот этот слой у меня продублирован, второй слой не продублирован. Складываю их вместе. Устанавливаю лапку. Пока без стабилизатора. Нажимаю на кнопку, и машинка начинает автоматически выметывать петлю. Все, машинка остановилась, сказала мне об ошибке, и дальше шить не намерена. В общем, это все, что машинка сделала от глазковой петли, которую я выбрала. Теперь соберем всю конструкцию. Установим лапку. И заведем деталь между лапкой и пластиной. Кстати, если вам кажется, что места нет, поднимите рычаг, который находится справа, выше. На самом деле он может подниматься еще выше, если довести его до упора наверх. Здесь, наверное, около сантиметра. Опускаем. Выбираем режим петли и запускаем машинку. Петли в 1986. Продолжение следует... как видите петля была сделана без сбоев и вот что получилось прекрасная аккуратная петля как с лица так и с изнанки если в вашей машинке нет подобных деталей то их конечно же можно докупить они стоят совершенно недорого но результат как вы видите получается фантастическим и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok